И ты заключал контракты с инославными, допустим, предпринимателями, протестантами, католиками, или же с православными, или же со старобрядцами, но ты в контракте любом тогда, юридически, оговаривал с десяти до сразу. Один из первых пунктов любого контракта, тогда дореволюционного, это вопрос десятины. То есть люди бизнеса сразу оговаривали десятину, которая по договору, по контракту, она была церковной. То есть ее не мог никто использовать. Ни та, ни другая сторона. Это было законом и для мелкого бизнеса, и для большого бизнеса. Строительство, допустим, железной дороги в Сибири. Были проекты очень потрясающие, большие, миллионные проекты. С них тоже десятина в контракте оговаривалась, она шла в церковь. То есть это был закон. Но православная церковь брала десятины все эти столетия, но, к сожалению, не учили, как правило, за редким исключением священники, не учили, для чего это, что это такое. Библейски было невежество. Поэтому люди чаще всего злились, мягко так говоря, на эти поборы. Потому что доброхотно дающего написано «любит Господь». Сегодня, допустим, возле патриарха Кирилла есть священники, священнослужители, которые говорят, что необходимо восстановить десятину. В Госдуму проект был уже, не раз уже, там, предлагался проект, но его сразу же отвергали, потому что, значит, по такому случаю надо было тогда делить Россию по признаку именно религиозному. А у нас в паспортах не написано «вероисповедание», как раньше был «береволюция», допустим. В пенеметриках наших мы не пишем «вероисповедание» свое. А иначе надо будет опять вписывать новую графу, значит, паспорта, значит, и во все эти данные. Ну, и тем более у нас отделена от государства церковь, официально-то. Поэтому, значит, проект такой, так и остался проектом. Значит, но проект был какой? Именно он и есть до сих пор, этот проект, священники московские предлагают восстановить десятину по всей Российской Федерации, по всем субъектам Федерации. Значит, но забили тревогу сектоведы, потому что на сегодняшний день обличение сектантов, бесятников, там, бафтистов в собирании десятин является казарной картой чаще всего. Поэтому, если ведется десятина в православии, то этот козырь уберется из рук сектаредов. Тогда надо будет искать другие методики борьбы с сектантами, как бы, и это тоже немаловажно, как считается в традиционной православной церкви русской. Поэтому Кирилл, как-то выступая на московском епархиальном собрании, заявил, что десятины вернутся, но чуть позже, потому что вначале нужно сектантов... После выборов. Ну, после выборов, да. Да. Ну, ладно. Просто. Да. Кстати, когда была объявлена Кириллским о добровольной, не предупредительной, а добровольной десятине, то в столице, я не говорю про провинцию даже, в столице, в Петрограде, 3, 4, 5, я не помню, но не больше 5% населения давало десятины. Представляете, перед тем почти 100%, а здесь 3-4% населения. То есть, о чем это говорит? Что остальные давали из-под палки. Значит, остальные были недобровольны в своих десятинах. Больше того, историки пишут, допустим, что в армии было вообще, в армии, флоте, младший, ну, солдат, солдаты, матросы вообще отказались десятины давать. Значит, вот на протяжении 17-го года, до того момента, когда большевики взяли власть в свои руки, да, был переворот такой октябрьский. Так вот, до этого момента, лишь генералы и высшие офицеры, даже средний командный состав, ну, офицеры, там, младшие, не давали десятины. Священники жаловались, полковые священники писали жалобы в Синод, значит, что, ну, так и так, что рядовой состав полностью отказывается начинать десятин многих подразделений. Лишь элитные подразделения, там, карательные, там, они, там, по-прежнему, там, как бы, давали десятины. И все. И высшие офицеры, генералы, там, начали адмиралы, и все. То есть, как бы, младший командный состав. Об этом еще в Америке и другие пишут историки, как раз именно тогда работавшие в военно-морском флоте и в армии, значит, российской, уже после имперской России. Иосиф Ставин просто-напросто во время Второй мировой и даже перед тем категорически запретил десятину православной церкви. Вместо этого во время Второй мировой войны было предложено финансовое полное обеспечение из государственной казны. Священники получали зарплату госслужащих, и так было еще в сороковые годы, до сорок седьмого или сорок девятого, я не помню, годов. А потом политика вновь поменялась в этом отношении, и церковь была снова финансово самостоятельна, но десятинно так не восстановили. Значит, после девяносто первого года, несколько раз священники заикали, что надо восстановить десятину, но до сих пор бардак в этом. Но я считаю, что придет свобода тогда, финансовая, в православную церковь, когда Иисус Христос займет достойную позицию, первую позицию в церкви. Когда Библия будет не просто книгой благослужебной, но станет книгой вероучительной. Когда Божье Слово, оно будет освобождать людей. Итак, первое, что нужно сегодня сделать, даже не начать с десятины и с чего-то еще, а с рождения свыше, спасение человека. Потому что какой толк, если люди будут давать десятины со всей опять стороны, но не будут возрождены свыше, не будут спасены. И оно, понимаете ли, был уже опыт, уже много столетий, опыт собирания десятин, но без просвещения, без Слова Божьего. И это дало очень горькие плоды. Ну, из своей жизни скажу, что будучи священником традиционной православной церкви в Рязани, допустим, в Рязанской области, на приходах, восстанавливая приходы некоторые, я видел бабушек, стареньких бабушек, еще 1800-м какого-то года, которым в 92-м, 91-м, 92-м годах было уже 95-97 лет, то есть почти столетние были. Они еще были с 19-го столетия, эти бабушки, которые давали десятину. Я был в шоке. Я их уговаривал, лично я помню, уговаривал не давать этого. Нет, я не был против, нет, мне было хорошо, но... Я считал, что меня опозорит епархия, если он знает, что я собираю десятины. Я говорю, ну что, мы же не при царском самодержании, кто вас вообще так научил? Ну, наши мамы, наших мам, их мамы научили. Вот, как бы, я говорю, это просто жертва, но давайте это, пусть не есетина будет, потому что, я говорю, в епархию знать, греха не берешься, что батюшек собирает десятины, значит. Вот, это же не принято сейчас, потому что сейчас же мы живем уже в 20-й век, говорю, конец 20-го столетия. Но бабушки упрямо несли десятину. Не все, но это были отдельные бабушки, вот именно такие вот старые-старые бабушки, совсем уж. Крещены ли вы Духом Святым? Да. Как вы относитесь к Духу Святому? Очень хорошо. Очень люблю, уважаю его. И, значит, практикуете ли... А, практикуется ли о Духе Святом в церкви? Да. Хотя, знаете ли, не во всех наших церквях не все люди крещены Духом Святым, и не на всех служениях мы молимся, к сожалению. Но я стараюсь молиться. Шеке-ма-ша-ке-ма-ха-ра-шем-ма-ка. Я молюсь, когда проповедую, когда... И больше того, когда людей приглашают вперед, я молюсь об их крещении Духом Святым так же. Не только о спасении, но и о крещении Духом Святым. Обычно даже совмещаем мы это все. Хотя, вот в Киеве, чаще всего последних лет практика, у нас молитва покаяния в церкви, а чаще всего с закрещением Духа молимся уже по домам. Хотя, мне очень нравится, когда вместе мы все в церкви совершаются общие молитвы. Как люди реагируют в вашей церкви других верующих священнослужителей? Хорошо, у нас в новой церкви, это, знаете ли, церкви уже такого нового поколения, православные. И у нас очень разные люди, с разным прошлым, как и в любой церкви. Чаще всего это вчерашние номинальные православные христиане. Иногда такие религиозные вчерашние православные, которые очень... Даже монахи есть бывшие, монашки. То есть, очень религиозные, набожные вчерашние. Но с ними обычно больше проблем, потому что человек много бесов не нахватает, если он просто раз в год на Пасху появляется в церкви. Но если он уходит каждую неделю, значит, и посвящает себя этой религиозной жизни, то, конечно, обычно там, значит, ну, легионы. Не легион, но... Рота вторая, может быть батальон бесов. Есть. Надо освобождаться много тогда. Потому что, понимаете, когда человек, он там целует иконы, мощи, совершает прочие мерзости, у него, понимаете, его душа проходует двор для бесов. Они там даже особо не ломятся, просто, значит, знаете, вот... У него сердце, душа и мозги, как будто бы, значит, знаете, двери не закрыты, а вообще на фотоэлементах просто открываются сразу. Вес только пришел, но и заходи. Значит, и поэтому таким людям очень сложно потом бывает освобождаться от этих вещей. Особенно тем, кто был погружен в такую практику, допустим, как, допустим, сороколусты, обедение за упокой, ел просворочки часто, человек такой, допустим, за упокойные. То есть, ну, это очень серьезная проблема, это оккультная проблема. Вообще, отдельные семинары я провожу часто в Украине, в России, в других странах. Провожу семинары именно о свободе от оккультизма. Рассказываю не только из истории христианства, вообще из писаний и из истории тоже. Примеры, как оккультизм постепенно приходил в жизнь церкви и как от него надо освобождаться. И практика, не просто теория, но и практика, практическая молитва за освобождение от бесов. И из практики знаю, что очень сложно религиозно таким оккультно примененным людям освобождаться. Но, возможно, Иисус говорил, познайте истину и истина сделает вас свободными. Когда человек Иисуса Христа, как своего спасителя Господа, принимает, и когда он соглашается, что истина Божьего Слова, это для него его истина, когда он соглашается с Богом в этом освобождении, тогда мы молимся и, слава Богу, Господь действует, слава Иисусу. Так, 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 так. Я не понимаю. А, здесь вопрос. Как нам вести и что делать, чтобы нас не считали и не думали, что организация как бы является сектой и вообще негативным взглядом. Новый горизонт, да? Киселевский вопрос такой. Социальная работа. Ну, боди, ты кажешь, что ты не верблют, да? Вот как бы очень сложно. Но я считаю, что протестантам надо просто, ну, учиться прощать и, знаете ли, и делать свою работу. А там жизнь дочек надо и расставить. Многие люди, которые считают там протестантами, я тоже считал протестантами сектантами. Знаете ли, ну, мне было легко судить вас, пока я сам не оказался среди вас. А когда, я скажу, я когда, блин, меня там 1,50 не пригласил, когда в такое собрание, я думаю, оно мне стоит надо. Знаете ли, вот попасть, думаю, и тьму левый, я батюшка. Думаю, я же, если приду туда, значит, на собраниях с сектантом, думаю, даже если мне будет очень интересно. Думаю, зачем, зачем? Люди же, они сразу узнают. У нас же язычники. Языки вот такие. Думаю, там сразу узнают, думаю. А утром, вечером узнают сразу же. А утром там коров погонят, все новости сразу распространяются вообще. Там вообще все, там поселок небольшой был. И, в общем-то, знаете ли, ну, было любопытно попасть на такое собрание. И однажды я решился. Думаю, была, не была, думаю, в конце концов, значит, пусть они боятся, я-то православные, да не там, американская техника, это 50-ники. Значит, и я зашагал туда, значит, в собрание, вот, думаю, почему бы не за тех братьев меньшим 50-никам? А почему у меня интерес был свой такой, и почему я так уже считал братьями меньшими, и даже допускал такую мысль, что, может быть, даже протестанты спасаются некоторые все-таки? Ну, может, не в царстве, но где-то там, знаете, вода, в области дрова рубит, ну, где-то там, возле царства где-то. Ну, конечно, не воротами, знаете, ну, а вне, как бы. Вот, потому что я, значит, во-первых, познакомился с одним порядочным человеком, да, значит, это был Гриша, Григорий Тельных, он был дьяконом церкви 50-ников, значит, сейчас он пресвитер в городе Сураже, пресвитер 50-нической церкви. Очень хороший пресвитер, очень хороший пастор, хороший служитель, вообще христианин, я очень люблю его, и очень хороший брат такой, и именно он был первый протестант в моей жизни, вообще. Комс-кем я вот живую, по-настоящему познакомился, пообщался, и он мне понравился. Надо же, прям, ну, как бы, вот все мои вот эти, многие стереотипы, они рушились от этого общения. Я думал, 50-ники, ну, невежды, это, ну, люди ограниченные, люди запуганные, зашубанные какие-то там. Вот, ну, я мало что вникал в эту тему сектовидения, но, в принципе, я кое-что помнил. Еще в 88-м, там, 89-м, в Ленинграде, там, и в Загорске, на лекциях я бывал, таких, по сектовидению. И там обычно говорилось так, что вот есть, главное различие запоминать, это, вот, ЕХБ и ХВЕ. Вот, которые, ну, это потом нам объясняем, как еще, не тогда, чуть попозже. А вот есть баптисты, есть писядники. В принципе, это, ну, один диагноз, но они немного по-разному. Баптисты, те, которые потихоньку с ума сходят, а писядники, которые буйные. И, чтобы не было это все большим дурдомом, все совместили, сделали одной, как бы, организацией, представственной союзе. Вот, но с писядниками похлеще дело, потому что они не только буйные, но там и через одного агента ЦРУ и МОСАДА вообще, мирового империализма. Кстати, в 88-м году, там, Геннерий Марамик приезжал, по-моему, там, ввел международную панораму тогда, очень известный был тогда дядька. Он приезжал в Загор с лекциями, как раз, о международном положении. И там говорилось о моральном образе советского священника, говорилось, что вот в наше время, когда, значит, наша советская родина находится в таком тяжелом положении, мировой империализм там напрягается, там, значит, нас разрушить, там, уничтожить нашу родину. И вот, значит, и первыми в авангарде этой борьбы, как бы, находятся писядники. Они через одного, значит, агента ЦРУ, МОСАДА и мирового империализма. Думаю, вот это да. Где-то там с передатчиками, там, в кустах, значит, сидят там и передают на нашей действительности все на Запад. Думаю, вот это да. Вот, значит, ну, через одного они психопаты, через одного, значит, эти вот агенты. И вот, ну, когда, да, еще плюс нам говорилось, там, допустим, что писядники, это те, которые еще, особенно нерегистрированные, которые регистрированные, которые, они еще как-то больше похожи на советских людей. А вот те, которые вот эти вот нерегистрированные, это вообще как бы изгои, это вообще, ну, как бы, антисоветские элементы. Вот, там через одного нужно душить просто, и все на месте. Значит, и, ну, примерно так говорилось, что это враги. И потом говорилось, что они там и жертву детей приносят вообще, там, многие факты предоставлялись. Вырезки из советских газет, значит, что так и так, были процессы даже. Но, как бы, значит, они с рук сходят порой все это. Но хотя некоторые привлекают к ответственности. Значит, потом говорят, что у них там распунство на собрании, хапун называется, хапун. Собираются в церковь, выключают свет и хапают друг друга, короче. Кто кого хапнет. Думаю, кошмар, думаю, в наше время такой, групповой сайт в собрании, значит, там, ну, вот. Вот, хотя, семинаристу, мне это понравилось, попасть в сектанты. Мне однажды один рассказывал, не один, а один. Матушка, ее муж тоже батюшка. А я, значит, я к ним в гости приехал. И, значит, она вот с такими глазами, я ей рассказываю, матушка, вот я говорю, она что-то начала там, у нас там баптистов этих, вообще, как нерезанных, столько много их вообще появилось всяких. Вот, значит, весь поселок заполонили, там, с агитацией ходят, с плакатами какими-то, вообще кошмар. Значит, а я говорю, а что ж вы на них ругаетесь, говорю, матушка? Я сам к ним приходил на собрание, хорошие люди, хорошие. Она вот с такими глазами на меня, да вы что, говорит, да они же там такое-такое позволяют себе. Да вы что, говорю, я был там, меня не хапали, и никого не убивали вообще. Значит, такие мирные люди, значит, там, детей у них там по 10-15 человек, когда они еще убивают, убивают жертвы, я не знаю, значит, там, большие семьи, значит, ну, вообще другие люди, трезвые и прочее. Она мне рассказывает, э, нет, батюшка, видимо, вы не все еще знаете эти нюансы. Вот у моего батюшки, ну, у ее мужа, был случай, значит, один там тракторист с их прихода попал к сигнатам на хапун. Я говорю, ну-ка, расскажите по-подруге, говорю, от этого места. Она говорит, вот даже и весь шток принес. Он, значит, пришел, как бы, на хапун, ему там что-то сказали. И вдруг, значит, свет погас на самом деле. Свет погас, а ему стало страшно. Он вспомнил еще кое-что, что там не только хамуды бывают, а их жертвы приносят. Он же не уточнил, какое собрание. Вот, и, короче, он, значит, там ломанулся со всей дури к выходу. Он уже, ну, хотя было темно, свет погас, но он вычислил, куда надо ломиться, если что. И он прямо к двери, и на какую-то сектанку напоролся, там, хапнул ее в платье кусок. Короче, значит, прибежал домой, значит, а наутро был на исповеди в храме с вещдоком. Вот, у сектанки платье кусок оторвал, значит, и, короче, был на хапуне. Я говорю, а, ну, матушка, ну, понимаете, там все-таки сельская местность, поселки, там часто свет вырубают. Нет, у них не просто так все будет спланировано. Вот, понимаете, вот такие всякие суеверия, всякие такие вообще страхи, ужасы такие, да? Вот, и я скажу, из-за чего? Потому что мало общаемся, мало христиане встречаются, общаются, и поэтому, как бы, ну, такие всякие предрассудки, страхи. И когда я вот с этим Григорием познакомился, порядочный человек, на хапуне похож на себя, но убийцу тоже, значит, нормальный, приличный. Думаю, наверное, он недавно в этой секте, поэтому, наверное, порядочный человек. Оказывается, он там родился в этой секте. Оказывается, его дед был сектантом, и отец был сектантом, и он там, 50-кик-песятнички. Короче, потомственный уже сектант, значит, но порядочный человек. Значит, и Григорий, значит, он меня так расположил к себе, так, разговором хорошим таким. Хотя он вначале прикинулся православным. Ну, дитё право, может быть. Значит, он вроде как бы так по православному, особенно, вначале запел. Значит, а потом он сам себя нечаянно сдал. Он из Библии что-то процитировал, там, близко к тексту. Он не сказал, там, цитату, но я понял, что это оттуда, из Библии. И у меня сразу ёкнуло внутри. Наши люди Библию не читают. Думаю, что-то здесь не то, думаю. Он что-то не смахивает на православного-то себя. Я так говорю, Гриша, вы, говорю, христианин? Он говорит, да, христианин. Я так конкретизировал, знаете, как Ленин на буржуазии. Говорю, православный? Он говорит, такой, говорит, ЕХБ. Нет, ХВЕ, ХВЕ, ХВЕ. Это же вообще, думаю, кошмар. Буйный. И я сразу, значит, в нападении такое сделал, защиту такое. Я говорю, какие же вы христиане? Креста на вас нет, говорю. Не молитесь, святые, не молитесь. Мощей у вас нет, говорю. Там какой-то Бенни с Хином, и все. Ничего у вас нет. И я ему дал книгу о Богородице почитать. А он мне дал книгу, мы отменялись, короче, книгами. Он мне дал книгу насчет Эрла Штегина, проповеди немецкого проповедника в Южной Африке. Потрясающая книга очень. Эта книга меня побудила вернуться к Библии. Эта книга, она сделала революцию в моей судьбе тогда. Книга называется «Время начать суду с Дома Божьего». И это проповеди Эрла Штегина, которые меня тогда пробудили. Знаете, спящего такого христианина. И скажу, что когда Библию я открыл, нашел свою Библию после Эрла Штегина. Значит, нашел свою Библию, открыл ее. Сижу с ней, смотрю в нее и, знаете ли, и слышу тихий голос, как моя мысль. Знаете ли, ну, я же не сумасшедший, сам с тобой разговаривать. Я понимал, что это Бог говорит. Что Он вот прямо сейчас ко мне говорит. И Он сказал, знаете что, этот голос, Сережа, так приятно вообще. У меня шестер детей, но я боюсь. Как бы, ошибаюсь с Иганем. Вот, а Он сразу не сказал, там, пейте. Не, извини, Вася, нет. Ладно, как тебе, человек? Сей человек. Нет, нет, понимаете ли, Он не ошибается, Он говорит четко. И прямо так хорошо, так приятно, что я для него Сережа, что он меня знает, что меня помнит вообще. Это я где-то там, знаете ли, а Он на том же месте, в тот же час, оказывается, ждал меня. Представляете? И дальше такая чуть пауза, и было слово такое, посмотри. Я смотрю, волнуюсь очень сильно. И опять тихий тот же голос, так он говорит, внутри меня, как бы, в сердце, в разуме. Ну, знаете ли, это в комнате никого не было, в доме никого не было. Я один был вообще. Тихо-тихо такое слышно было внутри. Тебе было все хуже и хуже. Ты старался все больше и больше, а было все хуже и хуже. Ну, это правда, но я дальше слушаю, что этот голос говорит. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. И все. Больше голоса еще не говорил. В тот день, по крайней мере. И, знаете ли, я, значит, просто-напросто, ну, покаялся. Не из молитвослова, ни откуда-то еще. Просто своими словами говорю, Бог, прости меня, пожалуйста. И я, ну, каялся в том, что слово его, оно ушло из моей жизни. Потому что до 88-го года слово Божье, оно было, ну, для меня святыней. И на самом деле я читал Библию и жил ей. Но, став служителем православной церкви, начав служить православной церкви, Библию, я стал терять из виду все дальше и дальше. А в 91-м году, став священником, я вообще, ну, Слово Божье забросил за хребет, будем договорить. Хотя формально я читал его каждый день. На служении каких-то там, в любых богослужениях православной церкви есть фрагменты из Писания, какие-то, знаете ли, тексты. На литургии, тем более, там, оно появится торжественно, там, во время луну. Том. По-русски то же самое. Что вы можете сказать о плащанице Иисуса, который нашли, и даже что на ней присутствует кровь Христа. Вау, интересно. Вообще, скажу, что это не факт, что это плащаница самого Иисуса. Вот, и не факт, что это плащаница именно первого столетия нашей эры. Есть разные мнения разных ученых. Я тоже интересовался этой темой. Но я братьям рассказывал так в церкви. Что даже если это было бы плаченица самого Иисуса Христа. Даже если на ней кровь была бы самого Иисуса. Это никогда не должно быть поводом для поклонения этого плаченица. Даже если скажу так, что в Израиле это очень хорошо видно. У нас это не так может быть заметно. Но в Израиле это очень хорошо видно. Насколько христиане падки на подобные пакости. На подобное идолопоклонство. Мне было стыдно за христиан. И за православных, и за католиков, и за протестантов. Потому что там такое творится. Мы позоримся перед всем миром. Знаете ли, в Израиле, как в стране евреев. Но в стране демократической стране. Там очень разные люди. Очень разные религии. Там очень много разных людей. Вы знаете, но как христиане позорятся. Наверное во всем мире так не позорятся. Вот этот гроб Иисуса Христа. Там вещи. Все это поклоняются. Все люди целуют. Я был в экскурсии. На экскурсиях. И там была группа протестантских служителей пастырей. Я видел, как они бросаются на эти камни. Вот она объясняет, экскурсовод. Вот это камень, на котором Иисус Христос преломил хлеб и рыбки. И они умножились. Говорят, этот камень приносит процветание, умножение. Не хуже православных этот камень. Один пастор лег, как поросенов, трется. Как камень. Умножение, помазание. Хотя экскурсовод объясняет, что вообще этот камень принесли при Султане таком-то, он неизвестного происхождения. Отсюда он. Но этого я тоже не слушаю. Главное, вот первая часть. Потому что Нив Долороса, камни вот здесь. Там в стене прям такая вот такая, аж блестит. Здесь Иисус Христос нес кресло, он облокотился, как бы, я берегу дыхание свое. Что за ерунда? В любом путеводителе написано, что реальные камни времен второго храма, они там, внизу. Они, понимаете ли, да. А эти стены были построены при Султане таком-то, при Крестоносце, при Ком-то еще. Как бы здесь Иисус даже захотел бы, он не мог бы. Облокотиться на это. Но все упрямо иду, даже зная даже. И протестанты в том числе тоже. Не хуже православных. То есть, ну тоже, руку свою приложат, значит. Там притрутся, значит, там что-то возьмут, значит. И думаю, боже мой, какой позор. Вот, значит, и, кстати, когда на камень там пошли все валяться, и протестанты в том числе. Экспортсовод удивленно так говорит мне, батюшка, а вы что, не присоединяйтесь, как бы, ну, к общему такому. Она такая удивленная. Я, говорит, впервые вижу православного, который вот всю экскурсию как-то сторонится. Она обычная у меня, что я необычный православный. А я говорю, знаете ли, Марина, я говорю другой ориентации. Она так, духовный. Я говорю, раньше я тоже был таким, вот как эти люди. Я тоже, если бы лет 10 назад мы бы сказали, вот это камень, где Иисус стоял там, где он сидел, это там, где он... Да я бы здесь все обцеловал бы, облизал бы, вообще бы, и вот так вот... Я бы здесь и гнивал, и ночевал бы. И мне не гостиницы не надо вообще. Значит, лучше всякого кондишнона, мне было бы просто поваляться на этих камнях. Но, знаете ли, ну, теперь, говорю, я, говорю, ну, все, ну, переболел этим всем ужином, переболел, говорю. Покаялся, объяснил я, она говорит, да, но она из старых семистов еще, советских диссидентов, и говорит, что да, я впервые вижу православного, который вот так вот мыслит, говорит, ну, так вот, ну, скажем, по иуде, если угодно. Воробьева, да? Да, Воробьева, Марина, да. Вот, хороший скоростный. Вот, и она говорит, а почему бы вам, значит, в институт иудаики не поступить, вот, основу вероучения иудейства? Я говорю, знаете ли, ну, я, говорю, интересующийся иудаизмом, но, говорю, значит, меня даже называют часто жидовствующим, значит, там, Украева назвали там реформатовская православная церковь или елей жидовствующих. Кошмар. Ну, ладно, но, говорю, знаете ли, при всем, говорю, вот настоящее христианство, оно должно быть вот таким, я в этом глубоко убежден, потому что христианство, христово христианство, да, христианство христистричное, оно тогда ничего не надо нам этого всего. Вот если бы сейчас сюда внесли бы, допустим, там, значит, там, тапочки Иисуса Христа, да, значит, там, значит, ну, что-то еще там, одежды Иисуса Христа, значит, да, значит, там, Марии, там, что-то еще. Вот, какова была бы наша реакция? Если бы мы кинулись бы целоваться, значит, там, все это, лобозать, значит, там, все там, поклоняться, там, значит, все там, о, это было бы признаком, ну, либо нашего невозрожденного еще естества, либо это венчайшее заблуждение, идолопоклонство на самом деле. Что сегодня творят и в России, и в других странах, да, пояс Богородицы? А пояса не Богородицы. Чем мой пояс хуже, ее пояса вообще? Я не понимаю. Значит, хотя уже доказано, что это подстава, что это поясок, он известного происхождения, что он ни в коем разе не может быть времен самой Марии, там, Иисуса Христа. Но, как бы, люди ломятся. Говорят, миллионы людей уже поклонились этому поясу. Вот это, да, безумство. Такое массовое зомбирование, просто происходит население, значит, на глазах у всей страны. Люди стоят в очередях. Я сам, в принципе, чудил тоже раньше, но не до такой степени вообще. Бо я сам не поклонялся никим там кандалам или чем-то еще. Хотя мощам поклонялся, мощи целовал я, да, было дело. Я помню, как у меня было, там, однажды с Пантелеймоном. Голову Пантелеймона, брат этого, которому отрубили голову, возит по всему миру, шоу такое создают. Знаете ли, это ужас. Вот, значит, и у вас нет мощи там Проханова или Ваннаева, нет? Туманами, как-то. Ну, знаете ли, друзья, скажу, что это ужасно, конечно, что вот так все происходит. Я лично целовал эти мощи, я помню, там, выставил в очередях вот этих. И мне казалось, что это от Бога все. Потому что не только идея, но даже саму вот это вот какой-то, знаете, эйфория, радость какая-то, знаете, какой-то такой мир какой-то. Вот мне не хотелось спать, не хотелось есть, значит, я, значит, знаете ли, выставил в эту очередь, у меня были знакомы в тех монастырях, в некоторых храмах в Москве. Они могли бы меня без очереди провести бы туда к этим, значит, мощам, но я решился вот именно так вот выставить всю очередь, чтобы как бы больше удостоиться, как бы, чтобы вот именно, ну, понимаете ли, подождать, как бы, подготовиться, настроиться, как бы, больше. Тем более мне нравилось, что там женщины там были, ну, в основном, и они со всего Советского Союза приехали, там, эти бабушки, там, всякие, они пели эти песни, там, акафисты, там, значит, и читают, и очень такие, знаете ли, такой, как бы, дух такой интересный поднимается. И все, все хорошо. А потом, когда приходишь, уже отстоишь, аж ноги гудят уже, значит, не присесть нигде вообще, то, значит, заходишь на финишную прямую, такую же ковровую дорожку такая, и в конце, в золотом ларце, это голова этого пантелеймона. Возле нее там эти, такие, ребята стоят такие в рясах, да, security, orthodox security. Значит, и, значит, и, значит, а возле этого ларца старичок сидит такой, похож на Бен Ладена, кстати, пройдет, вот такой, такой, монах такой сидит, значит, и, это, чуточки перебирает, значит, и он смотрит, так раз, сканирует всех. Значит, и, значит, и, когда он видит особо набожного, то он, значит, руку протягивает и открывает щеколаду там какую-то, и крышечку снимает, и позволяет прямо в черепок поцеловаться. Не из-за стеклом, а прямо в череп поцеловаться, пантелеймона. Я был таким счастливчиком. Представьте себе, я был таким радостным, думаю, надо вот так, я только подхожу, он раз отсечет, так, о, свой, как бы. Дурак, который прокопит издалека. Вообще, буквально, прям, значит, он снимал эту крышечку, и я прям в черепок пантелеймона. Я потом думал, ну, я же вообще, ну, не буду мыться, ничего, чтобы, значит, с ядностью на губах осталось. Думаю, вот это да. Значит, на другой день опять в черепок, потом опять в черепок. Думаю, вот это счастье мне привалило. Знаете ли, сейчас кажется, вообще кошмар, думаю. Вот, ну, в последний день у меня было блог. Застекло, он только целует, все. Знаете ли, но что интересно, ой-ой-ой-ой, знаете ли, как получилось? Сектантка меня смутила одна. Значит, я, значит, иду уже туда, уже, значит, в год и очередь, и стою к Пантелеймону, как всегда, вроде все хорошо, значит, значит, ничто к виду не предвещало. И вдруг, значит, стоит одна женщина, тоже вроде косыночка какая-то такая, как паутинка. Ну, обычная вроде православная с виду. Ха, не тут-то было. Она, вижу, агитирует других женщин с Библией в руках. Думаю, наши люди с Библиями не ходят точно. И, значит, и вообще, значит, я думаю, надо же, какая наглость. Думаю, точно, американская спецподготовка. Думаю, значит, вообще, думаю, мы здесь ее, как говорит, с косынками закидаем. Она одна, она с тысячи. Она хоть по что, стоит и там что-то там, говорит что-то там, декларирует. И женщина, самое интересное, смотрит, слушает, и поддакивает, думаю, ой, какой кошмар. Я так, глядь туда, глядь сюда, ни одного батюшки. Как на зло. Обычно там монахи какие-то, там батюшки. Или с кассами ходят, значит, на храм. Ну, люди думают, что храм из камня. А они имеют в виду храм собственного седа, как бы обычно. И, так вот, обычно кого-то можно позвать. А здесь никого. Я енде сейчас стою. Ну, и ладно, значит, думаю, надо давать отпор. Пришло время, наверное, сектантки. И я еще так, ага. И в это время, женщина вдруг поворачивается на меня, и прямо ко мне идет, с библией в руках, наперевис. Знаете, психическая атака такая. Как белый дворец, когда, знаете. Идет на меня. Значит, и я в шоке. Там судорожен вспоминаю все уроки по сектам ведения. Вот. И она, ну, начало она хорошо. Так, у нас издалека так вот. Мягко стелила. Значит, что, я вижу, вы батюшка, я вижу, вы там, как бы, учитель. Там, наставник, невеж, как бы, что-то такое. Мне понравилось вступление. Ну, как бы, как бы, ну, ты говоришь, как бы. А потом, да, а потом она, значит, сказала такие слова. Говорю, батюшка, пожалуйста, вот на основании вот этого слова, вот, Библии, расскажите мне, что сейчас здесь происходит. И все. Знаете, мой компьютер завис. Никакие сочетания клавиш не действовали. Даже самые религиозные. Знаете, мощи там, что-то еще там, ничего не действовало. Все. И первое, что выдал мой компьютер, была фонариста такой. Женщина, вам этого не понять. Ой, вообще позорившая. Знаете, я это сказал. Я потом уже много что-то наговорил бы потом бы. Но она вовремя ушла. Она поняла, что я и без состояния. Нормально. Закрыла и ушла. А у меня, как, знаете, задним умом уже сильно. Я бы и то сказала, я бы и то сказала, все, что не думаю. Но после дорогих, он на камень не машет. Она, ее уже след простыл. Вот, значит, ну, и, как бы, у меня какой-то, как вирус попал в мое сознание. Ну, это был антивирус, который мой больной ум тогда, религиозный, оккультный, обремененный, он считал это вирусом. Дело в том, что у меня вопрос такой был внутри. А на самом-то деле, по большому счету, что происходит на основании, на основании моей динаминации учения, все хорошо. Но на основании вот именно Библии, так вообще все как раз по-другому. С точностью-то наоборот. Это же надо было ей испортить мне настроение. И я достоял очередь, конечно же, думаю, ну. Но у меня, видимо, вопрос был на лице написан. И когда я дошел до конца, уже к лорцу самому, думаю, ну, сейчас хотя бы, ну, стресс сниму, поцелуй по стекламу. Не тот-то было. Этот, значит, знаете ли, этот дедушка посмотрел на меня, и нет, нет. На общих основаниях за стеклом поцелую, и все. Я в шоке. Думаю, надо же, из пантельмона еще не получился. Думаю, вообще, день на смарку. Ну, и я, конечно, домой приехал. Вот, но, знаете, слава Богу, чтобы были такие случаи, которые заставляли задуматься. Которые заставляли, вот, знаете, сели такие какие-то сомнения в этих твердынях религиозных. И слава Богу, у нас еще немного времени, я хочу ответить на вопросы, и разойдемся с миром, да? Так, православие... Так, так... А, очень интересный вопрос. Православные унаследуют царство Божье? Ранние протестанты, кстати, очень интересно рассуждали. Вот, историческая справочка. Людер, Камин, ну, в те времена вообще, как бы, люди особо не парились на эту тему. Считали очень проще, проще все считали. Вот, католическая, как динаминация церковь, является церковь блудницы. Вот, мы создаем новую церковь, которая есть церковь невесты. И поэтому, для обывателя, для простого немца, там, голландца, предлагали очень простой вариант. Выйди из церкви блудницы и присоединись к церкви невести. То бишь, лютеранской, там, кальвинической какой-то церкви, баптийской, допустим. Вот, и, как бы, в принципе, это работало. Нет, по большому счету, где-то это было верно, где-то. Но не во всем это было верно. Потому как прошло столетие второе, и было ясно уже многим протестантам, стало ясно тогда, что водораздел проходит не по динаминационным барьерам, этим границам. Что, на самом деле, среди протестантов есть такие, что от Равидер выбрысь. Значит, сами протестанты о том заявляли и осознавали. Но и среди католиков, и все так было страшно, как это все представлялось в первом поколении реформаторов. Стало потом проясняться, что экклезиология Иисуса Христа, учения Иисуса Христа о церкви, оно гораздо проще учения наших церковных учений. Иисус Христос говорил о двух или трех людях, собранных и на моем. И там, где я, посреди них. И здесь не важно, какие это баптисты, писядники, харизматы, или адвентисты, или кто-то еще. Яговисты, мормоны, я не знаю, кто еще, кому можно назвать. Околохристианские или христианские церкви, где-то группы, секты, неважно. Я стараюсь держаться принципа Иисуса Христа. И для меня проще, на самом деле, последние вот эти годы, я выяснил для себя следующее, что для меня проще иметь дело с людьми, у которых пусть неправильная теология в голове, но в правильное сердце, и они ищут Бога. Чем с людьми, наоборот, у которых правильная теология в голове, но в неправильное сердце, и они не ищут Бога. И можно быть в самой идеальной вероучительной библейской церкви, но быть просто-напросто неудел. Иисус, рассказывая, проще скажу, да, что Иисус, говоря о Царстве Божьем, о церкви, Он не имел в виду, что будет, допустим, отдельно грядка сектантов, отдельно грядка христиан. Отдельно будет поле засеяно сорняками, отдельно будет злаками. И потом будет сбор урожая. Он так не говорил. Он будет все в перемешку. И будет бардак до самого последнего дня. И будет желание вытерпнуть. Это тоже было написано, да, что не потери нам и не сделайте. Это время, время нас разбирает это. Но Иисус успокаивает работник, говорит, не надо. Не высажали, не вам уборовать это. Вот, значит, часть посадил Бог, часть посадил дьявол, но все растет. И Господь придет и разберется. Вот салону сажет, злак соберет. Поэтому я понимаю, что и здесь вот, на грядке вот этого собрания, допустим, не все, знаете ли, морковки, не все в закрома пойдет. Ну, мне страшно поработало и от того, что я когда пасторствовал в Киеве, допустим, некоторые годы первые в реформаторской православной церкви, я понимал, что даже моего взгляда, такого поверхностного, ну, как бы, пасторского, было понятно, что не все хорошая рыба попала в сети царства, даже в моей небольшой церкви. Я понимал, что есть рыба, которую даже я бы побрезгал бы. Значит, но Господь, как говорил, что когда все соберется, Он возьмет хорошую рыбу, соберет, а всякое там и такое выкинет. Знаете ли, и я понимаю, что нам не дано право судить, ни живых, ни мертвых. Бог будет всех нас судить. И наша совесть, наше христианство, вот Бог, вот я, и заботятся об очищении прежних грехов своих, совершать свое спасение, максимально быть свидетелями для Господа в этом мире погибающим, грешным. Но не наше право быть судьями. Судья у нас один только, Господь Бог всемогущий. И за ним последнее слово. И первое слово его, и последнее слово его. Поэтому некоторые люди, некоторые братья, допустим, и в Америке, и у нас здесь, в России, в разных странах, я слышал разных пророков, которые были в таких ситуациях, на небеса, допустим, Бог забирал некоторых. Я видел братья, я общался лично, которые побывали там, уже будучи служителями, христианами, и кое-что рассказывали, потрясающие вещи. Они, вот Вига Джойна, кстати, об этом очень красиво пишет. Он был несколько раз уже в небе и рассказывал потрясающие вещи. Он проверенный пророк, просто-напросто, его много раз проверяли разные люди и разные служители. И, значит, он прошел тесты христианские эти. И, так вот, и Рик говорил так, Джойна, что на небесах он каждый раз сталкивался с проблемами некоторыми. Вот его христианство сталкивалось с проблемами. Потому что он видел некоторых людей, тех, которых он там думал не увидеть никогда вообще. И, наоборот, там не числилось тех некоторых людей, о которых он думал, что они 100% там находятся. Потому что Бог смотрит не как человек. Бог смотрит как Бог. И мы можем по нарушенности судить, по фасаду, но Бог смотрит на сердце человека, на самом утро. Помните ли, да, возле Иисуса разбойник умирал на кресте? Хрестоматийно у него не было покаяния такого, какое бы богословский мы могли бы назвать покаянием, да? Но для Иисуса этого немного, от того, что он услышал, было назначено, чтобы понять, что этот человек, он наш человек. И он сказал, что ныне же будешь со мной в раю. Хотя чисто там не было такого, ну, как бы, это не хрестоматийное покаяние. Ни в один учебник не впишешь это все. Но Иисус, он судит по-другому совсем. А другой по-прежнему хулил его. Написано, что оба хулили, да? То есть, видимо, и тот тоже, как бы, ну, это, думаю, ужасная казнь, да? И человек, он там говорил всякие гадости. Ну, потом ты осознал последние минуты его жизни, там, может быть, я не знаю, сколько его осталось в жизни, но Бог простил его. Слава Иисусу! Да, что вы говорите своей пастырой об иконах Христа? Я говорю каждый раз, чтобы они не верили религиозным аферистам в рясах с крестами по ногами на груди. И чтобы никогда не целовали ни иконы, ни мощи, там, ни такие. Нет, ну, те, которые ходят к нам уже постоянно, те уже знают вот все. Но новые люди, конечно, порой там они смущаются и говорят, как же так вот, а вы же православные? Я говорю, да, мы православные. Я говорю, раньше был кривославным. Теперь я говорю, православный. Я раньше был кривославным, потому что я целовал иконы. И думал, это угодно Богу. У меня были промыты мозги этими семинарскими бреднями. Что, мол, как нам говорили? О, до сих пор это говорят. Кураев это в своей книге написал прекрасно, описал так эту ересь. Мол, знаете ли, через образ на первый образ. Парень любит девушку, он ценит фотографию этой девушки и думает об этой девушке. И вот мы православные люди, мы любим не саму икону. Мы не самой иконе поклоняемся, ни краскам, ни доскам, но-но-но. Это все написано об иголах. А это написано, а мы иконам поклоняемся, а через икону, точнее, мы Богу поклоняемся. Вот, господа аферисты, что говорят. Но, что говорит Слово Божье? Божье Слово осуждает это все. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Библии. Самое интересное, когда вопрос такой поднимался, значит, парень любит девушку. Вопрос такой интересный. Странно, мне вопрос такой задали однажды, еще тогда в традиционном освящении, по которому пытался это все объяснить людям. Мне вопрос задали, батюшка, ну а если девушка рядом с ним сидит, а он не ее целует, а фотографию и все, не нацелуется. Понятно, что извращенец. А вопрос другой. Он любит девушку, а целует журнал со многими девушками. А думает, да. Вообще, непонятно вообще, о какой девушке думает вообще тогда. Там у нее целый журнал красавец. Что делать? Дилемма. Понимаете ли, если бы шла речь только лишь по всей Руси, матушке, допустим, во всем храмам, были бы лишь одни портреты Иисуса Христа. С большой натяжкой можно было как-то это оправдать. Ну вот так любит Иисуса Христа, да безумие прям вообще. Знаете ли, как говорят, мама, некоторые говорят, так люблю прям, прям съел его. Кошмар, думаю. Хорошо, что многие с ним не слышат тебя, не понимают. А то бы попросил бы убежище политическое. Вот, значит, ну, понимаете, люди порой такие вещи говорят, не думают. Вот, но, да. И вот, значит, что интересно, значит, я когда стал размышлять, стоп, ведь в этом что-то есть. Вот, один батюшка, отец Павел, а Павел Фаренский, Павел Фаренский, сто лет назад писал. Его спрашивали, отец Павел, что по-вашему есть икона? Он дал такое объяснение, мистическое, что икона это есть окно в духовный мир. Его спросили, а что есть тогда, что-то творная икона? Он сказал, это широко распахнутое окно в духовный мир. Красивое объяснение, конечно. Я перечитывал это много раз, а потом меня осенило, сравнивая с Библией. Иисус сказал, что я есть дверь. И всякий, кто обойдет, и выйдет, и пашет, найдет. И всякий, он, Иисус предупреждал, что кто перелазит, ну, другим путем, да, Индия, славянское слово в русском переводе, это путь вора и разбойника. Знаете ли, было бы странно, если бы, допустим, в это собрание я ломился бы в окнах сейчас. Эта дверь открыта. Сказали, батюшка, заходите. Не, не, не. Я повезу в окнах. Да. Интересно, да? И для чего? Зачем лазить по окнам, если дверь открыта? Тем более, что на основании Слова Божьего я понимаю теперь так, что всякая попытка войти в духовный мир, помимо Иисуса Христа, двери открыты, это есть путь вора и разбойника, это путь оккультизма. Поэтому этот путь не для христиан. Скажите, пожалуйста, на каком месте Священного Писания основывается православная церковь, поклоняясь мертвым, то есть святым мощам? Расскажите, пожалуйста, как смотрит это Господь, так же изображение на дереве камней святым? Дело в том, что особенно православная церковь традиционно не напрягается объяснять, на каком месте Писания это все, знаете ли, основывается. Это не читается. Чаще всего, да, не читается и просто считается древним обычаем. Хотя, есть такой учебник, не учебник, книга такая, называется «Православный миссионерский путеводитель по Библии», антисектантский путеводитель по Библии. И там очень интересные такие вещи написаны по поводу, допустим, костей Елисея. Помните, да? Кости Елисея, классический пример. Значит, на них был брошен покойник, в Попахах там похоронное бюро избавилось от трупа, но труп ожил. И как бы, оу, вот это да. Значит, а почему это произошло? Знаете ли, ни еврейская, ни христианская система толкования не дает ответа вот именно вот такого глупого, что, мол, это, мол, одобрение поклонения мощам, останкам, ни в коем разе. На самом-то деле и классики еврейской теологии иудаизма, и христианские, евангельские мыслящие, библейские мыслящие проповедники всегда объясняли это совершенно по-другому. Не как повод к идолопоклонству, а наоборот как раз именно, ну как наоборот, это Елисей просил двойного помазания Ильи, и последнего чуда не хватало. Он в два раза больше скажет чудес на самом деле, чем Илья. Но последнее чудо, оно не состоялось при жизни Елисея. И Бог, но Бог остался верным своему слову и совершил таки чудо, но уже после смерти Елисея. И об этом говорили классики еврейского богословия также, что это не учит нас поклоняться костям, ни в коем разе, в контексте Библии это запрещено. Но это учит нас, даже умирая и не увидев, казалось бы, ответов на свои молитвы, верить, что это исполнится по-любому. Да, после этого мы не увидели в своей жизни. Бог совершит это, знает как вообще, после нашей жизни уже. Поэтому даже умирая и не увидев ответа на молитву, мы должны оставаться оптимистами и верить в Бога, как Елисея. Он мне там, не говорю, вот Бог, как же так, я не увидел последнего чуда в своей жизни. Он умер в мире, а Бог совершил чудо. Вот, но, понимаете ли, вырванный из контекста, это местописание пытается выдать чуть ли не какого-то основания для идолопоконства. Нельзя так поступать. Так поступают всевозможные секты, так мормоны поступают, допустим, свидетели Игловы, я их называю лжесвидетели Игловы. Так вот, и вот, кто-то желает получить молитву за кричение Духом Святым. Замечательно, подадите туда, чуть попозже помолимся за вас. Так, и вот за, так. К 350 году действие Духа Святого из-за извращения слова Писания почти перестало существовать. И да, и нет. Да, харизматические дары такие в церкви, они угасали на самом деле. Но по-прежнему, и спустя столетия даже, даже спустя, вот после этих соборов, все равно есть свидетельство того, что Дух Святой действовал. Дух Святой, он даже, скажу так, находит нужных людей, не обязательно массовое действие его, он находит нужных людей и действует через определенных людей и своих помазанников. Я расскажу такие случаи, потрясающие случаи. Во Флориде, вот я вначале передал привет, да, в Флориде, там вот это есть харизматическая православная церковь, она напишется, харизматик, ортодокс ученщ. И в этой церкви есть разные православные священники, вчерашние традиционалисты, которые сегодня крещены Духом Святым, молятся на языках и считают это нормальным, библейским, православным, и говорят об этом, проповедуют об этом. Так вот, и один из таких священников харизматически православных, отец Евсей Вестифанопулос, он живет там в другой городишке небольшой, Мирамар-Бич. Так вот, да, спасибо. Так вот, и этот священник, уже старец, уже пожилочий, он, значит, еще молодым священником в 74-м году, ну, в 72-м, он получил крещение Духом Святым. Он, за него молились, он стал молиться на иных языках, и в 74-м году, через два года после этого переживания своего, он доказал и в суде штата Флорида, и, значит, выступая там, в архипископии греческой в США, выступая, доказал, что на основании Писания и исторических фактов непридержимых, что нормально, это для, еще буквально минут 5-10, потерпите, значит, нормально для православного человека молиться на иных языках, быть влеченным Духом Святым, создали не молиться на иных языках. И, знаете ли, одно из доказательств, вот этот, как раз, Степан Апулос, священник, он, это американец греческого происхождения, он, значит, в истории христианства взял. Он взял пример из отцов церкви многих, которые молились на языках, которые учили о крещении Духом, сознании молитвы на иных языках, в частности, допустим, тот же самый Блаженный Феофилакт, который был библиотекарем, воспитателем наследника царской семьи, потом был первым архиепистом Болгарии, Блаженный Феофилакт, известнейшее лицо в свое время и до сих пор почитаемый в православной традиции. Человек, который говорил, что в его церкви было нормально, если человек молился на иных языках и не понимал то, о чем он молится. Но он пишет, что этот дар встречается, но не крайне редко. Почему Феофилакт вот так заявил еще? Он взял цитату из Писания, что языки умолкнут, и знание упразднится. Он пишет, что наши отцы знали больше, чем мы, говорит, и сегодня знание упраздняется, говорит, языки к нему молкают. Он верил, что в его поколении или очень скоро будет конец света, и что поэтому языки умолкают, и знание упраздняется. Он заблуждался, мы же это можем в 21 столетии. Так вот, и потом, но самое потрясающее свидетельство у Стефана Полоса, это цитаты из сочинений Симеона Нового Богослова. Это классика православной церкви, Симеон Новый Богослов. В учебных программе любой семинаре православный он есть. Его изучают, я читал его много, но я не видел там такого. В чем дело? Я думаю, мне не знакомы эти цитаты, мне не знакомы эти произведения даже некоторые. Дело в том, что Симеон Новый Богослов, он вроде бы популярный, святой, его издают на русском языке сегодня много, но издание, опять-таки, цензурное, царская цензура в 18-м, потом в 19-м столетиях, просто-напросто целые главы из этого отца запрещало к изданию, к переводу. Их изымали целые главы, как раз именно те главы, которые говорят о кричении Духом Святым, о переживании Духа Святого, о том, как люди молились на языках и молятся, практикуются, и как молиться о даре истолкования. Он пишет примеры конкретные дары истолкования в его время. В средние века в Византии были те, что молились на языках в церкви православной, истолковывали языки в храме, в присутствии епископа. И это благоставлялось патриархам вселенским. То есть это не укладывалось в сознание цензоров 18-го, 19-го столетий. Считали, что эти переживания не следуют. Допустим, Паисий Величковский, один из переводчиков, писал, что чтобы не смущать русского читателя такими переживаниями, которых сейчас нет в православии, лучше изъять эти главы просто-напросто. И что и делалось? На английском языке есть бесцензурное издание, полное собрание семерного богослова. На русском, во-первых, нет полного до сих пор еще. Во-вторых, что есть, то есть цензурное. Поэтому я просто искренне позавидовал, по-хорошему позавидовал англоязычным христианам, у которых есть такое богатство. И, конечно, на основании этих отцов... Но скажу так, что для православных очень важно, конечно, не только из Писания, но еще и из преданий таких вот моментов привести. Мне очень сильно помогло в моей жизни. Зачем православная церковь отпевает умерших? Вот это... Иисус сказал так, у Матфея записано 22.29. Заблуждаетесь, говорит, не зная Писаний, ни силы Божьей. Все заблуждения происходят от незнания Писания, от незнания силы Божьей. А вообще молитва за упокой пришла через спиритизм. Во время отступнического уже христианства пришла через спиритизм. Через общение с умершими, как бы с бесами общения. Но Павел правильно говорит коринфянам. Я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. Не может пить чашу Господнюю и чашу бесовскую. Мы, думаю, сейчас помолимся, через пять минут помолимся молитвы покаяния. И если у кого в сердце расположено молитвы отречения, помолимся молитвы отречения, отречения от заблуждений. Потому как сегодня, я думаю, многим людям важна эта молитва. И к нашим зрителям также обращаюсь, говорю, не поленитесь, помолитесь этой молитвой. Как свечка поставлена в храме может спасти чуду душу? Тоже суеверие, господа. Кстати, о свечках это вообще отдельная статья. Свечки считались, знаете ли, просто для освещения помещения. Не было электричества. Знаете ли, далеко было еще до лампочки и веча, и детсон еще не родился и прочее. Так вот, и что же сделали? Тем более, что проводилось время в темное время суток, чаще всего и не было больших окон. Знаете ли, стеклопакеты были неизвестны нашим предкам, согласитесь. И, в общем-то, окна были узкие, маленькие, высоко располагались. Освещение даже днем было очень слабым в храме, в любом. Поэтому зажигались лучины, свечи. Чаще всего свечи такие. И со временем окна были больше уже, света было больше, но традиция зажигать свечи осталась. Это недоразумение. Хотя красивое недоразумение, мне очень нравится. Но не так, когда, знаете, в ужасниках много свечей и черное место. А вот просто зажить себе свечник или две свечи, шаббат встречает, допустим. Две свечи хозяйка зажигает. Очень красиво, недоразумение очень сильно. На основании чего многие православные братья и сестры молятся святым Божьим. Я уже говорил, да? Что это... Святым молятся, опять-таки, нет большого ума. Святым молятся от большого заблуждения, к сожалению. Во многих протестантских церках есть женщины-пастора. На основании слова Божьего, правильно ли это? У нас тоже есть, не только в протестантских церках. В нашей церкви тоже есть женщины-священники, есть женщины-диаконы. Диаконисы и присвятелиты их называют. И, в общем-то, и в нашей церкви, и... То есть, женщины-приавцы, с крестами на груди, значит, у нас тоже проповедует Слово Божье. Вот одна из них, Любовь Давидовна Кушнира, она несет служение целое. Не просто даже, ну, как бы, обычный священник, а целое служение большое. Несет, значит, называется Ханука, или Ханукальная православная церковь. Обновление. Это потрясающее служение, где много евреев, неевреев, православных евреев. Те, которые принимают Иисуса живого, Бога. И, знаете ли, очень интересное служение такое. Так вот, это не противоречит Слову Божьему, ни в коем разе. Дух Святой сошел не только на мужчин в день Пятидесятницы, но и на женщин сошел. И не только мужчины были проповедниками Слова Божьего, но и женщины были проповедницами Слова Божьего. И как Тейл Осборн как-то просмеял эту теорию, что мы только мужчин должны проповедовать. Говорит, получается, Дух Святой сошел на мужчин, чтобы они проповедовали, а на женщин, чтобы они молчали. Странно очень, конечно. И скажу больше, историческая справочка. Вот в эти времена, когда гнали христиан, были и мужчины, и женщины служителей. Было очень много женщин служителей. Потом, в четвертом столетии, тоже и мужчины, и женщины были те конницы, были Пресвятериды. Кстати, официально Пресвятерид, то есть женщин-священников, было запрещено проплагать, не помню точно, 6-й Вселенский Собор, где-то возле 6-го собора. Это 7-е столетие, можно так отметить. То есть, получается, гораздо позже. То есть, до самого того, и в это время еще проплагали женщин, но хотя все меньше и меньше. Ограничивали женское служение лишь, допустим, подготовкой к окрещению одно время, или же работа катехизаторов, значит, там. Но, в принципе, вот в те первые времена было по-другому все. Даже есть женщины, которые в календаре православной церкви почитаются как именно апостолы, допустим, несшие апостольское служение. Допустим, равнопостольная Феокла, равнопостольная Нина. Хотя говорят, что они не были священниками, но они несли апостольское служение в церкви. Но, опять-таки, как и женщина, так и мужчина должны осуществить свое призвание, к чему Бог призывает. Поэтому я не сторонник, руководство всех подряд, если не будет призвания Божьего. Но если человек призван, если он хочет служить Богу, бескорыстно, на самом деле у него желание есть служить Христу, то это мужчина или женщина, пожалуйста, он может нести служение и должен нести служение. Слава Иисусу! Хорошо, господа, записочки закончились.